всех приветствую на своем канале сегодня на ремонте телевизор jwc модель v14te данный телевизор поступил с проблемой не включается при подключении в сеть как видим индикаторы питания не горят это говорит о том что скорее всего неисправен блок питания давайте же сейчас все проверим и так давайте убедимся что питание действительно поступает как видим питание есть смотрим до предохранителя есть и после предохранителя также есть это говорит о том что сам предохранитель исправен так давайте теперь посмотрим если напряжение на конденсаторе c905 как видим напряжение отсутствует ну и давайте посмотрим поступает ли переменное напряжение то есть сетевой на диодный мост так как видим сетевое напряжение отсутствует так у нас тут имеется только ограничивающий резистор р901 так давайте проверим на нем смотрим до него напряжение сети присутствует 220 после отсутствует на данном конденсаторе c905 120 микрофарад 400 вольт напряжение отсутствует и также судя по всему в обрыве резистор р901 на 3 3 ома и так давайте же проверим резистор р901 для того чтобы убедиться что он в обрыве как видим сопротивление 7 и 4 мега ома резистор же на 3 3 ома то есть резистор в обрыве при этом предохранитель исправен ну и давайте посмотрим нет ли короткого замыкания первичной части блока питания проверить это можно на конденсаторе c905 то есть на сетевом фильтрующем конденсаторе который идет после диодного моста как видим у нас здесь короткое замыкание давайте проверим полевой транзистор q921 сток и сток как видим пробой также затвор пробой как видим транзистор пробит по всем переходам сейчас его необходимо будет выпаять также имеется шим-контроллер аэн 8026 но у меня к сожалению такого нету если он будет неисправен либо где-то искать имеется не имеется продажи если же не имеется тоже даже не знаю что делать с этим телевизором транзистор можно только выпаять только с радиатором так как шурупу который крепит его к радиатору не открутить то есть невозможно подобраться саму шурупу в общем сейчас я выпаю данный транзистор и после вернусь к вам сам транзистор и rf и bc 40 600 вольт под атошиту три с половиной ампера давайте проверим переходы ну в общем как видите транзистор по всем переходным в пробое схемы на данный телевизор я не нашел нашел только на другой микросхеме там микросхема блока питания установлена стр с 6707 здесь же у нас микросхема ан-8026 для того чтобы проверить данную микросхему необходимо будет подать напряжение относительно земли на было 20 это у нас седьмой вывод напряжение запуска микросхемы вот она стартовое напряжение в 7 старт равняется 13 16 вольтам то есть при этом напряжении микросхема начинает генерировать импульсы для запуска блока питания и также необходимо будет после того как под подам напряжение на седьмой вывод проверить генерацию на шестом выводе если же генерация будет присутствовать необходимо будет проверить всю обвязку данной микросхемы также проверить электролитические конденсаторы которые скорее всего в данном телевизоре потеряли свою емкость по поводу микросхемы ан-8026 подал согласно даташиту на вывод gnd это у нас 5 и 7 втс напряжение запуска это 14 9 вольта и теперь давайте посмотрим на осциллографе смотрим на шестом выводе микросхемы как видим микросхема выдает сигнал то есть по всей видимости данная микросхема исправна и пробила только полевой транзистор ну и давайте посмотрим ушло ли короткое замыкание во вторичной части блока питания смотрим все там же на конденсаторе c905 как видим короткого замыкания нет ну и давайте проверим сам диодный мост ну по всей видимости диодный мост исправен в чем же причина пробоя данного транзистора иногда например как на телевизорах с микросхемой strs 6707 при неисправности конденсаторов в первичной части блока питания бывает что выходит из строя сама микросхема возможно здесь тоже самое возможно здесь короткое замыкание во вторичной части блока питания и просто от перегрузки вышел из строя полевой транзистор давайте сейчас проверим нет ли короткого замыкания во вторичной части блока питания и так первым делом смотрю на диоде d941 как видим все нормально далее d942 также все нормально ну и по всей видимости здесь только две линии до блок питания выдает только два напряжения ну и давайте на всякий случай проверим транзистор с точной развертки это у нас q522 2sd 1876 проверяю только буду переход коллектор эмитер как видим все нормально то есть короткого замыкания во вторичной части блока питания нету и давайте же проверим емкость конденсатора в первичной части блока питания а именно конденсатора c924 220 микрофарад на 25 вольт c930 1 микрофарад на 50 вольт c926 100 микрофарад на 25 вольт ну и конденсатор c905 400 вольт 120 микрофарад проверяю c905 в принципе вам наверно камеру не видно 116 микрофарад в принципе конденсатор в норме как по еср так же c930 0,9 микрофарад 0,9 микрофарада данный конденсатор у нас 1 микрофарад 50 вольт c924 173 микрофарада это уже не норма так как конденсатор на 220 микрофарад ну и конденсатор c926 77 микрофарада еср 1 и 4 ома у c924 еср 0,4 ома конденсаторы неисправны c924 220 на 25 и c926 100 на 25 я их поменяю и так же установлю за место неисправного транзистора другой установил я на радиатор уже другой транзистор транзисторы в принципе можно ставить и аналоги заодно так же пропаиваю и все места там где имеются кольцевые трещины ну и любые дефекты пайки так же необходимо выпаять и резистор так же в обязательном порядке проверяем все полупроводниковые радиодетали в общем я ранее уже проверил все детали поэтому еще раз как бы проверять смысла не имело так как здесь все исправно единственное что я не проверил это вот этот вот резистор он у нас идет с истока полевого транзистора поэтому сейчас проверим его в принципе он достаточно низко умный и можно будет не переключать в режим измерения сопротивления ну что же теперь приступим к замене неисправных конденсаторов в принципе это можно не снимать на камеру поэтому сейчас я их поменяю и вернусь к вам так же установлю и заодно резистор R901 заменил я неисправные конденсаторы так же поменял резистор на 3,3 Ом подключать я буду телевизор через лампу накаливания подключаю телевизор в сеть и так как видим телевизор запустился то есть заработала строчная развертка и даже что то есть на экране ну вот мне не нравится конечно состояние некоторых конденсаторов при разборке заметил вот такой вот интересный конденсатор как видим снизу пленка у него уже вся съехала в общем проведу так же профилактику данному телевизору а именно проверю конденсаторы во вторичной части блока питания также проверю конденсаторы в обвязке микросхемы кадровой развертки ну и так же рядом с тдкс то есть в обвязке строчной развертки пожалуй снимать на видео проверку конденсаторов вторичной части блока питания также в обвязке кадровой развертки строчной я не буду проверять я буду вот таким вот все приборчиком изготавливал я его сам видео по его изготовлению то есть заказу печатных плат все это есть по пайке там даже есть видео по тесту данного приборчика все это есть то есть данным прибором можно проверять конденсаторы без выпайки их из платы это в несколько раз упрощает проверку их так как не надо каждый выпаивать проверять обратно запаивать если он исправен также забыл сказать по поводу этого телевизора то что он уже был в ремонте как видим здесь либо менялись детали либо просто пропаивались в общем были заменены только три конденсатора один 100 микрофарад на 35 вольт c407 в обвязке микросхемы кадровой развертки один по питанию строчной развертки c 526 47 микрофарад на 160 вольт емкость у него вообще составляла один микрофарад ну и 1000 микрофарад на 16 вольт во вторичной части блока питания c945 сейчас подключу данный телевизор сеть и буду проверять как он работает как видим телевизор работает а вот данный телевизор настроен на кабельное на же эфирная антенна поэтому всего лишь по частоте совпадают около двух каналов в общем остается только протестирует какое то время данный телевизор ну и можно будет его отдавать на этом я свой ремонт завершаю всем кому понравилось ставьте лайки подписывайся на канал до свидания